Дым пожара на полях орошения еще долго будет отравлять жизнь одесситам. Главное управление по чрезвычайным ситуациям делает все, что можно. Но условия не позволяют полностью ликвидировать пожар в ближайшее время. На тушение камыша направили седьмую специализированную пожарную часть в полном составе. Работа идет круглые сутки. Не хватает воды. Когда создавались поля орошения, ее в случае пожара предполагали брать из специальных дренажных канав. Лето было жарким и дренажка почти пересохла. Мотопомпа работает порядка 30-40 минут и она практически полностью воду выбирает с данного канала. И потом порядка 30-40 минут обратно лишний состав стоит в ожидании, пока вода уже, учитывая подпочвенные грунты и так дальше, начнет подниматься до определенного уровня, чтобы можно было эту воду повторно забрать и уже подавать непосредственно к очагу возгорания. Огонь распространился на площади в 3,5 гектара. Пожарные своими силами не в состоянии быстро ликвидировать пламя. Оно возникает периодически в зависимости от ветра. Данную ситуацию за один день ликвидировать невозможно. При всем желании, даже если мы на сегодняшний день снимем с боевого дежурства всю технику одесского гарнизона и загоним на данную территорию, результата тушения полностью у нас не будет. Задача на сегодняшний день не допустить распространения пожара, ликвидировать отдельные очаги, которые с определенной периодичностью по-любому возникают на территории. Пожары на полях орошения случаются регулярно. Городская администрация давно должна была бы принять меры по предупреждению таких происшествий. Прежде всего, обеспечить достаточное водоснабжение района. Нужен трубопровод с пожарным гидрантом. Этот вопрос мэрия даже не обсуждает. Молчит и управление здравоохранения, хотя его позиция в такой ситуации имеет первостепенное значение. Речь идет о безопасности одесситов. Говорить правду и тем более критиковать власть медицинские чиновники не хотят.